Брюс Лик говорил, не бойтесь того, кто 10 тысяч приемов знает, бойтесь того, кто один прием сделал 10 тысяч раз. Вердум стайл. То есть тух-тух, бам-бам-бам. Ну что, иди сюда. Я могу себе позволить чуть побаловаться. Алистара Верим. То есть раз-раз. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Просто изматывать его, издеваться. Все хорошо? Здравствуйте. Приятно познакомиться. Мы хотели бы вас попросить, чтобы вы поделились какими-то своими наработками, фишечками новыми. Может быть, старыми. У каждого бойца есть какая-то своя, наверное, стихия. Если там очень грубо говорить, например, берем там Вердум, а все знают, что Вердум будет делать. Он будет стараться бороться. Там, или Джефф Молсон, он будет стараться бороться. Там, олейник, все тоже считают, что он будет примерно бороться. Если я ударник, то я должен использовать максимально свою хорошую ударную технику. И где-то держать человека на дистанции, просто его расстреливать. Да, там Саша Волков, еще кто-то. Они стараются не подпускать к себе человека. Такие, как я, стараются вот эту всю защиту, которую вы против меня держите. Это у вас есть ручки при проходе, может быть, колено и так далее. То есть мне это нужно все обходить. Соответственно, я должен знать, где траектории этих опасных для меня направлений, ударов и так далее. То есть если я слишком низко опускаю, я могу получить колено. Если я просто прямо иду к человеку, я, соответственно, получаю ручки. Поэтому приходится играть кривыми какими-то линиями. Либо я бью человека, показываю, что я буду бить. И человек там реагирует на этот удар, защищаясь, проходя там, или как-то блокируя его и так далее. То есть он на какую-то долю мгновения реагирует на этот удар. То есть он, покуда он чуть отклонился, я уже стараюсь использовать долю какую-то этого времени, который у меня есть за пасек, и войти, естественно, в человека. Либо второй вариант, это я нападал второй вариант, я работаю вторым номером, дожидаюсь удара и делаю то же самое. В последнее время мне нравятся проходы, в принципе, в среднюю часть корпуса, в высокую либо в среднюю. То есть я стараюсь не лезть в ноги, потому что то, что мы говорили, как бы укрупировался, встретил, да. После того, когда я уже прилип к человеку, здесь уже более-менее моя стихия. То есть моя стихия, это когда я не позволяю кому-то нанести какой-нибудь сверхсокрушительный удар. Вот здесь его сделать сложно. Если я спереди, у меня есть этот прием, если я где-то сбоку и так далее, у меня есть этот прием. Если я со спины, естественно, у меня есть этот прием и так далее. Я сейчас огрубленно показываю, но с любой позиции, стоя мы, сидя, сбоку, лежа, там, из клинча, не знаю. Даже когда у меня человек за спиной, все равно можно какие-то попытки приемов делать. Коротко все, введение мы сделали. Я, в принципе, могу поделиться своей наработкой. Моя наработка, это я иду сюда вперед. Потому что если я буду идти назад, пятиться и искать какой-то выход, то работать, в принципе, я работаю вторым номером. Для того, чтобы работать вторым номером, нужно быть сверхбыстрым и с сумасшедшей какой-то реакцией. И рассчитывать на то, что атакующий не нанесет тебе какого-то конкретного ущерба. Да, в голову, по корпусу, по ногам и так далее. Идя назад, все время сложнее ударить человека. Потому что если вот мишень неподвижная, то есть она никуда не перемещается. Я раз, 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 два, три, я уже прицелился к ней до сантиметра, до миллиметра. Раз, раз, я уже могу вставлять. Чуть-чуть только она двигается влево-вправо, это уже сложнее. То есть мне приходится постоянно оп, ага, стоп, оп, оп, нет, стоп и так далее. То есть знаете, в фильмах, да, там или показывают, мишень такая тук-тук-тук-тук-тук-тук бегает. Наш мозг тоже, это определенный компьютер, он тоже ищет эту мишень. Мне проще все время давить на человека и жду любого от него движения, любого удара. Если на вас идет кто-то, вы все время, ну стараетесь его как-то остановить ударом, там еще чем. Любое движение, я уже пошел у человека. К примеру, раньше на боевом самбо и так далее, то есть ребята старались, да-да-да, от души, как говорится, вставить и все. Я эту штуку любил, потому что это достаточно либо с ударом, либо просто с подножкой. Достаточно удобная вещь вот для этого. И я сразу либо падаю в портер, либо стараюсь бить ножку и упасть в портер. То, что я люблю. Во-вторых, эта позиция мне очень нравится. Вот. Она мне нравится тем, что сейчас по всем современным правилам и так далее, меня бить, например, в пузозылку нельзя. Вот. Меня бить можно в виски, там по спине и так далее. По спине, опять же, нельзя по позвоночкам бить. Поэтому, если у вас более-менее крепенький корпус, там пробить, ну практически невозможно. И я уже здесь начинаю измучивать человека, душу его, пытаюсь работать с руками, там, с руками классическими. Иду. Пытается он держать их, я пытаюсь там локти делать, локти делать. Пытается меня толкнуть, большинство людей, сбиваем мы локоток и делаем идеальное удушение. Я считаю, что эта позиция одна из лучших. Вот. Есть, ну, для меня она, например, лучше, чем эта позиция. Потому что здесь, особенно у меня в тяжах, там, 110, 120, 130 килограмм, под вами такое страшное чудо, гора мышц. И вы пытаетесь с ним работать, и что-то у вас не выходит. Он все время на дыбы встает, сбрасывает, там, и так далее. Ну, попасть вряд ли, у меня все-таки предпочтительность здесь на попадание. Но удержать, я не верю, что я удержу нгану, или вообще кто-то удержит его. Вот в этой позиции. Вот с боковой я еще бы попробовал. Одна из лучших позиций, мое мнение, вот сбоку и со спины. Со спины, когда мы просто полностью человека... Я его сбил, или еще что-нибудь. И я пытаюсь догнать, и он успевает провернуться. Я могу здесь бить, но здесь нельзя просто стоять. Нельзя слишком высоко над ним стоять. Потому что он таз выводит, и сразу вас сбрасывает сюда. Поэтому ваш таз должен быть всегда дальше его таза, и ниже его таза. Вот, я спускаюсь. Все. Я пытаюсь отвлекающим движением... Наша техника вываливается. Я пытаюсь отвлекать... Одну ножку вставил, уже все. Уже у меня человек никуда не уйдет. Мы начнем вращаться, перекручиваться и так далее. Уже начинаешь вставлять ножки. Это пяточки упираются в бедра и разводятся в стороны, наоборот. И тем самым я еще тазом чуть надавлю ему на поясницу, я его как бы раскрываю. Вот. И вот мы его прогибаем. Чем сильнее прогибаем человека, тем более он как бы уже в беспомощной позиции. Я не просто ныряю. Я действительно дерусь, да, мы выходим драться. То есть я могу и... Бабам! Мы подрались, подрались. Я встречаю, отвлекаю. То есть потому что, если одними ручками работаю, то уже как бы не сильно человек реагирует уже... Да, у него фокусирование, у вас есть там какое-то количество внимания, оно все вот сужается досюда. Но если еще ноги, вам приходится на большее место распространять как бы свое внимание. Ну, естественно, как бы техника заключается не только в точности и силе попаданий, а еще и максимально быстро уметь переключать как бы внимание соперника и обыгрывать его. Обыгрывать это, естественно, я показываю одно, я показываю вверх, хожу в ножки. Либо наоборот, я показываю ножку, ножку. А третий раз я там нога и опять же пошел в противоположные вещи. То есть показывай одно, забирай другое. Как только я уцепился каким угодно путем, прогибов, зацепов, подножек, просто даже затягивая на себя, что любили раньше джицеры делать, вот, каким угодно образом мы оказываемся на полу. С пола, в принципе, на земле. Кто сверху, тот и выигрывает. Как правило, сейчас идут правила почти во всех промоушенах, везде. Если я сверху, я даже могу особо ничего не делать. Он там стучит по спине, бьет там, пытается и так далее. Я бах-бах, но я все равно доминирую. Для профессионалов, для непрофессионалов и так далее, как правило, выигрывает тот, кто находится сверху. Стараемся распределить все максимально вот примерно на вот эту часть. Между груди, между двух груди, либо под грудь, ближайшую к вам. Основное давление. Не стоять на своих локтях, не сидеть вот сейчас на свой вес. Вот ты на себе давление не чувствуешь никакого, в принципе. Ну, где держат, там держат, прежде не страшно ничего. Мы сидим в зале, я не бью никого и так далее. Но я не тратя ни капли сил, ни капли энергии, могу все время сидеть вот так. Вот все время. Вот если бы я сейчас 15 минут рассказывал вот так, ты бы сейчас уже что-то говорил, давайте сделаем перерыв. Вот, вообще ничего не делаю. Вот это простейшая, простейшая вещь. Да, сейчас вдохнусь. Я даже ничего. Вот, я могу себе позволить чуть побаловаться, потому что я контролирую, да. Это не опасная вещь, просто он не может вдохнуть. У него открыто все. Дыхательный не перекрытый, ни горло, то есть ни кадык, ни рот, нос, там ничего не закрыто. Вообще не мешает человеку дышать, ничего. То есть я ничего не перекрутил, не переломал, не еще очень-нибудь. Я просто отключил диафрагму. Диафрагма толстая пленка, которая между легким и внутренними органами находится. И за счет ее сокращения и выпрямления, как раз эффект дыхания у нас происходит. Создается вакуум легких, мы вдыхаем воздух. И выдыхаем, когда она сжимается. Если я прогнул эту диафрагму, то есть она провисла, у нас просто не работают легкие втянуться. Вот все у него открыто вообще. Все-все-все, вся шея, голова, все-все-все. Поэтому вот такие очень простые вещи. Все стараются вот зафиксироваться вот на голове, на шее, концентрируются и так далее. Да не нужно этого делать, ребят. То же самое все делайте, делайте то же самое конференцию на голове и так далее, но уже на диафрагме. Сейчас я вообще не делаю никакой работы с диафрагмой. Сейчас. Но он уже сильно устает. То есть реально 2-3 минуты человеку так проводимся, продеремся здесь, проборимся, даже просто в грэплинге. Человек уже изматывается очень сильно, катастрофически. Ребят, еще что я хотел сказать. Приемов, ну я могу показать приемы. Я там сейчас покажу там свой удушающий. Его почему-то все любят. Я в принципе тоже его люблю. Вот за него все-таки получил 100 тысяч долларов, 2 бонуса, UFC по 50 тысяч долларов. В общем, 4 бонуса, да, по-моему, вы получили. В общем, у меня 4, да, но именно вот с этого. И самое интересное, что за 25 лет существования UFC, за тысячи поединков, никто ни разу не сделал этого боя. Ой, этого приема. Я прилипаю к человеку и подстраиваюсь уже в зависимости от его там роста, размеров, положения тела и так далее. Мне необходимо находиться максимально плотно. Мои две ручки сверху. Я набрасываю, как правило, руку на шею и упираюсь либо подбородком, либо скуловой частью, тоже ему подскулы сюда, чтобы он не опустил подбородок, не закрыл. Если он закрыл, я уже, ну, могу только надавливать ему в кость, но от этого никто не постучит. Я закрываюсь и на какой-то момент замираю. Вот. Если смотрю, что у меня все получается и он никак не реагирует, я начинаю вставлять свою ручку. Вставляю ее через свою шею. Моя шея. Не в него вставляю, через мою шею. Через мою шею мы вставляем и уже она здесь. Все хорошо? Огонь не обращайте внимания. Очень приятно было пообщаться, познакомиться с вами. Спасибо большое. Ребят, занимайтесь спортом. Живите здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова